Итак, Ахав и Иезавель, они царствовали над Израилем. Они царствовали над Израилем. И многие говорят, что засуха была из-за Иезавели. Засуха была, потому что Илья помолился. Илья сказал, я помолюсь, и не будет дождя. Потом Илья сказал, я помолюсь, будет дождь. Мы всегда весь акцент Священным Писанием почему-то всегда ставили на 18 главу. И мы думали, что победа совершилась в 18 главе. Победа в 18 главе совершилась над пророками Иезавели, но не над Иезавелию. Бог тренировал Илью для более серьезной битвы. И там они построили жертвенник. И на этот жертвенник пришел огонь, еще пришел дождь. Но посмотрите, что говорит Господь в 19 главе Ильи. После чего Бог пришел к Ильи и сказал эти слова, помажь. Может ли кто-то помазывать кого-то, будучи непомазанным? Это означает, в 19 главе произошли некоторые вещи с Ильей. Николай прочитал, что Иезавел послал своего посланника к Ильи. И он сказал слова, что я убью его, что он сделал с моими пророками, то я сделаю с ним. И там написано, что Илья испугался. Он пошел в пустыню, день дороги. Он себе захотел смерти и лег под кустом. И в Ильяне Иезавелия полная парализация твоего духа, твоей деятельности, до твоего физического тела. Настолько он устал, что он вырубился. Он уснул. И Иезавел имеет такую власть. И потом приходит к нему ангел, дает ему кушать, говорит, встань, ешь, подкрепись. Понимаешь? Когда идет демоническая атака, тебе не надо быть водимым своими чувствами, своими эмоциями, идти, прятаться, убегать. Если ты видишь эти симптомы страха, депрессии, мучения в страхе, нежелания жить, или хочешь смерти себе, и говорит, довольна. И Илья там говорит, довольна. И говорит, я не круче моих отцов. Хватит. Забери мою душу. Забери мою жизнь. И тут приходит ангел, и говорит, ешь, подкрепляйся. Ты понимаешь, что ангел в прошлое воскресенье объявил пост вам. Ангел говорит вам, подкрепитесь в посте, в молитве. Получайте от кофейни, получайте слово. Там написано, что он поел, настолько был под влиянием демоническим, что он опять уснул. Опять верубился. И почему сегодня церкви не пробуждаются духовно? Многие христиане не могут пробуждаться физически. И потому что они так хотят, потому что так хочет Иезавель. Это не они так хотят. Это не ты так хочешь. Это так хочет Иезавель. Бог что-то хочет, и Иезавель что-то хочет. И там написано, что ангел вернулся второй раз. То есть, Бог не отступает. Бог не уходит. И смотрите, что Бог делает. И второй раз разбудил, второй раз накормил. Тогда он подкрепился, он говорит, ешь, встань, дорога дальняя. Тебе нужна сила, тебе нужна энергия. Мы на духовной войне. Мы устаем не только от физического труда, мы устаем еще от духовной битвы, от духовной войны, от моральной войны, от эмоциональной войны, от душевной войны. Это больше силы, энергии забирает, чем физический труд, чем физическая усталость. И за этим стоят конкретные джемоны, конкретные бесы. Потом Бог разговаривает с Ильей, говорит, что ты здесь, Илья? Говорит, я, Господи, ревновал. Говорит, что ты здесь, Илья? Говорит, я, Господи, ревновал. В чем твоя ревность? Говорит, послушай, пророков твоих всех убили. Что делает Иезавель? Первое, блокирует небо. Второе, у Иезавель всегда соперничество с пророками Божьими. Иезавел, дух Иезавели, когда человек одержим духом Иезавели, у него всегда есть соперничество с пророками Божьими. Это такой мерзкий дух. Соревнуется даже подсознательно, вы даже не поймете, что этот человек одержим демонами Иезавели, и он соперничает с человеком Божьим. Мало того, что соперничает, ненавидит, ненавидит и убивают, уничтожают. Цель Иезавели убить всякое пророческое слово в твоем зародыше, всякое пророческое помазание в твоей жизни, всякое пророческое, потому что Бог ничего на этой земле не делает, не открыв тайны своей рабам, своим пророкам. И твоя судьба, Библия говорит, в руках пророков, в руках Господа. Через пророков выводил, через пророков охранял, через пророков защищал, через пророков. Почему сегодня многие христиане в церкви, служители, не могут воинствовать, исполнять слово апостола Павла Тимофею? Воинствуйте согласно, согласно, сообразно пророческого слова. Сегодня нет человека, нет церквей, нет городов, нет стран, которые не получили бы слово от Бога, свою жизнь, свою судьбу, но не могут они воинствовать, потому что дьявол посылает своего генерала иезовелье и обезоруживает христиан, обезоруживает церкви. И сегодня церкви перестали вести войну, перестали петь такие песни, вставай, мы на духовной войне, вставай, воевай, вставай, воевай, вставай, воевай, сегодня вообще духовная брань в 90-х процентах церквях убрана. Христиане говорят, Бог есть любовь, дай, и Бог есть любовь. В этой любви заключается битва за твою душу, за мою душу. И когда там написано, вы понимаете, вот религиозный подход, и потом написано, когда, потом, говорит, пророков твоих убили, потом, жертвенники, смотрите, жертвенники, жертвенники, я сейчас вернусь туда, жертвенники твои разрушили и разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы опять. И сказал, выйди и стан пред лицом Господом. И он пошел, вот, он был в пещере. И многие проповедуют, именно берут этот отрывок, этот отрывок, и читайте, там, говорят, и пришел огонь, типа, и не был Господь в огне. Пришел потом ветер, и, но Господь не был в ветре, и там пришел Господь в тишине. Типа, Господь только в тишине. Но это религиозный подход, потому что берут всего лишь фрагмент из девятнадцатой главы, не учитывая состояние мужа Божьего, что он был побит демоном Язавели. Его душа, она была разрушена. Он был в страхе. И Богу надо было совершить некоторую работу в нем. И поэтому Бог совершал эту работу в нем, пришел с огнем, очистил его, освободил его, и пришел ветер, ветром все это унес, вычистил, и потом пришел в тишине и начал наполнять его, помазывать его, строить его, восстанавливать его. Это была Божья работа. И после этого, когда Бог совершил свою работу, если бы Илья был помазан до этой встречи с Богом, он не испугался бы Язавель. Упустили. Если бы Илья был бы помазан до этой работы Бога с ним в пещере, он не испугался бы Язавели. Это означает, у него не было этого помазания. У него была ревность в 18 главе, у него была вера в 18 главе, он приготовил жертвенник, он принес жертву, и народ принес жертву, и они приготовили жертвенник, пришел огонь с неба, и огонь пришел, поглотил, он убил всех этих пророков валовых, пришел дождь, он бежал впереди к лоснице, у него была стратегия, у него была национальная идея, у него были проекты, у него были программы, у него было все, но у него не было помазания над Язавелью, не было власти. И когда Бог совершил свою работу над ним, он говорит, помажь Азаила, помажь Июя, помажь Елисея, помажь одного царя, второго царя, и помажь пророка Елисея вместо себя. Если Язавель убежит от Азаила, то медь Июя убьет, если убежит от медь Июя, то пророк Елисея уничтожит, то нет места Язавели в наших городах и на нашей земле, в нашей церкви во имя Иисуса Христа, потому что Бог в эти дни, Бог в эти дни вкладывает свой меч в твои руки, чтобы ты мог уничтожить демоны Язавели своей жизнью. Бог избавляет это помазание. Цель Божьей работы не только изгнать из тебя Язавели, не только освободить тебя от власти Язавели, как Илю, от страха мучения, от разрушительной силы, или открыть небо только над тобою. Цель этих служений, Божья цель, вложить меч в твои руки, помазывать тебя, чтобы меч во имя Иисуса обойду острый, меч духовный, против этого демона. Ты понимаешь, нужно помазание, чтобы разрушать власть Язавели, нужно помазание, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно помазание, чтобы быть Божьим юристом, нужно помазание, чтобы быть Божьим специалистом, нужно помазание, чтобы быть божественным врачом, нужно помазание, чтобы быть левитом, нужно помазание, чтобы быть апостолом, нужно помазание, чтобы быть пророком, нужно помазание, чтобы быть его мощным служителем на этой земле подвоевать территорию для Его славы и для Его царства во имя Иисуса Христа.